Итак, выход, друзья, последнее. Конечно, выход. Нам же нужно куда-то, хочется хоть чуть-чуть хороших новостей, правда или надежды. Вот она есть, друзья. Вот для нас есть выход. В Боге всегда есть выход. Первое. Господи, укажи мне на мою проблему. Покажи мне мой диагноз. Сейчас дай право Духу Святому себя сканировать, проверять, вникать, напоминать. Иначе ты думаешь, нет проблем. А кто-то рядом с тобой думает, есть. Видишь, уже два мнения. А спросим еще Духа Святого, там еще будет глубже анализ. Поэтому не стоит сильно себе доверять. Дай место Духу Святому. Дай шанс, скажи, Господь, сканируй. Проверяй то, что я не знаю, не вижу. Второе. Метод, как выйти из этого диагноза, это молись за обижающих. Тех, кто тебе причиняет боль, за них молись. Кажется, ну, хорошие советики. На-на-на-на-на-на-на-на. Ну, для кого-то. Друзья, а вообще этот совет не мой. И методика тоже не моя. Взято из Священного Писания. Читаю вам авторитет Слова Божия. Матфея 5,44. Написано слова Христа. Слушайте теперь с двойным вниманием. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим вас и молитесь за, вместе скажем, обижающих вас». Я не буду просить поднять руки, кто молится за обижающих. Просто хотел напомнить. Молитесь не только за вашу внучку, но и за обижающих. Молитесь не только за ваших детей, но и за обижающих. Методика библейская. Очень конкретная, я согласен, очень радикальная, но очень библейская. Уже дальше, ну, просто, вот, выход из атмосферы, из ситуации, из этого опасного диагноза. Продолжение следует...